Когда одевался, готовился к церкви, я взял сына и ходил с ним по комнатам. И подошел к батареи, посмотрел под батарею, увидел лужу и понял, что батарея протекает. Ну и вроде как бы, ну, да, ну, батарея протекает. Чудо-ка в чем? И вы знаете, на самом деле это чудо. Потому что, ну, как бы, ну, что мне лезть под батарею, смотреть там какие-то лужи. И я верю в то, что лук святой, он как-то направляет, ведет, и ты подходишь в такие места. Я смотрю, там уже лужи и понимаю, что я сейчас ее перекрыл, да. Ну, а если бы вот после служения, я бы этого не увидел, я бы уехал на неделю в Москву и, ну, что бы было, да, с этой лужей. И это чудо. И таких чудес в нашей жизни в каждом дне. Просто порой мы невнимательны к этому. Ну, вроде как, пообыкновенно я подошел, вот так вот, встали звезды, вот так вот. Да какие звезды? Бог вот так вот тебя взял, показывает, говорит сыну, дочь моя. Вот здесь, обрати внимание, смотри. Аминь. Здравствуйте, церковь. Всем рада вас видеть. Вообще, братья и сестры, я вас очень люблю. Ой, бываю очень редко здесь, потому что послежно. Ну, когда приезжает моя родная церковь, и мне говорят, а когда ты пришла к Богу, когда ты покаялась? Я сразу вспоминаю, сколько лет церкви, 9, и предполагаю еще один год. 10 лет. Потому что это первый год. Первое мое свидетельство, я буду очень рада, чтобы не отнимать наше мнение. Первое мое свидетельство, у меня есть брат родной, Алексей. Он очень был, такой, знаете, пил прям запойно, и дрался, и что ему только не делали. Голубо пробивали, и ножами пыряли, и в общем-то, я за него долгое время молилась. И вы знаете, слава Богу, он сейчас с Богом, он живет в городе Косилове, ходит в православную церковь каждое воскресенье. Вот, каждое воскресенье, представляете, человек, который пил, очень, ну, как бы, запойно, да, не ходил в запойно, и, в общем, в семье там не складывалось их, жизнь рушилась, и все. Сейчас он каждое воскресенье, он в церкви, и сейчас он молится за свою семью, чтобы семья пришла в церковь. И вот он уходит там в православную церковь, и я очень рада, потому что Бог один, две родня, все в Афганской церкви проповедуют имя Христа, и молят с вами Отца и Святого Духа. Слава Богу, что мы здесь. Это первое свидетельство. А второе свидетельство, знаете, какое? Я приехала в Коломну, у меня здесь две знакомые, они, ну, как бы, я не знаю, много-много-много лет. Я их пригласила сегодня на служение, говорю, приходите, вы здесь живете рядышком, надо же, как бы, ну, в церкви быть в теле Христа, ну, где-то служить, молиться, ну, спасение получить. Да-да-да-да-да-да, придем. Одна вчера уже уехала, подзвонилась, говорит, не могу прийти. А вторая сегодня, сын, написала, говорит, не могу прийти. И вы думаете, что это за свидетельство? А свидетельство такое? Дьявол ходит, как рыкающий зверь. Вообще не прием. Вообще не прием. Вы понимаете? Вот согласны вы прийти, во служение слова. Сегодня, думаю, будет вообще замечательное слово, и Бог нам что-то даст. А где они? Дьявол ходит, как рыкающий, дверь, веща, кого превратить. Вот такое вот свидетельство о том, что нам не надо, ну, быть такими теплыми. Да, самое страшное состояние – теплое состояние. Потому что, товарищ Иисус, или быть холодным, или быть горячим. А вот это тепленькое, ну, как бы не годится никуда. Поэтому надо, как бы, в себе иметь огонь и внести слово Божье, проповедовать. Потому что в слове также написано, если вы отключетесь от меня, то и я отрекусь от вас перед Отцом Мое небесно. Вот, поэтому давайте будем гореть. Аминь. 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 Спасибо вам большое. Доброе утро, уважаемая церковь. Прошу меня поддержать. У-у-у! Я всегда волнуюсь, когда хочу рассказывать о чудесах Божьих. Вот, на самом деле, удивительно, когда вот с женой сейчас сидим на окне и говорю, мы того слепы, не буду говорить мы, я, что чудеса случаются каждый день с нами, мы этого не видим буквально. И Артем спустя две минуты тоже сам в голове. Прям, на самом деле, удивительно. Вот тоже два свидетельства, которые вам рассказать, поделиться. Спиливу четыре дерева, я вам рассказывал две недели назад, спал за окно пятное. А оно самое сложное было топлив, не маленькое. И рос в конце огорода, и наклон прямо на соседскую сторону, а там теплица поликарбонатная недалеко. Пилить-то очень опасно, при том, что теплица с себя не ел. Ну, я Богу помолился, думаю, Господь все управит. Думаю, что так сложного, наверх залез, кусок от пилила, он упал. Спустился на метр три, третий от пилил. Значит, приставил лестницу, лезу, наверное, метр два-три залез, все, страшно. Руки прямо сжимаются, хочется вниз. Думаю, что же делать-то. Пошел к соседу, дал мне ребенку ручную, как машина. Мы вытягиваем, привязанную лечебнюю столку со стрягущей машины. Запиляют, и пушную она вытягивается. Там стропа плоская, примерно такая, шестерка вытягивается. Ну, и вот, дал лебедку обязательно пользоваться. Я, значит, привязал пню, который недалеко растет от дерева, которое нужно спереди. И, насколько смог, залез, наверх обмотал ствол. И стал делать распил тренообразный дерево. Среди ствола сделал. На лебедку натягу сделал. И переузначили с противоположной стороны вниз ножовкой обуви. Ну, раз несколько ножовкой, бегу подтягивать. Вот так, прям, чтобы он натяг сделал. И думаю, господь, спасибо тебе, дерево потрескало. Тут я, в очередной из подтягивания ребенка смотрю, что стропа зашла за шестеренку. И, по сути, сейчас вырвет ее. Ты видишь, дерево не удерживается, упадет точно на теплице. У меня чуть не слезы, только полтора часа моих мучений. Вот в этом все пускули, и страх, и все вместе, я прям в сугроб упал, прям на колени. Говорю, папочка, помоги, вот я верю, что ты поможешь. Я верю, что ребенка выдержит, а дерево не падет. Сам мокрый весь. Хоть бы высокие шнуровные водители, насквозь там носки. В снегу скоро растает, что здесь все равно холодно. Ну и подпеливали, тут уже не натягиваю, и раздается треск, значит, и дерево падает ровно, заданное мое направление, вдоль забора, наверное. Метров 15-20, так легло дерево. Я прям, я, аллилуйя, Господь, прям и давай петь, и танцевать, я не рад. Соседи забеспокоились. Пришел в дом, думаю, отдохнул. Ноги мокрые, холодные, поставил на печку ведро воды, согрел, стал ноги парить, чтобы не заболеть. Чай с медом одновременно. Думаю, ну, самое максимум, может быть, насквозь. Лег спать уже, к сожалению. Утром просыпаюсь, весь мокрый от пота, ну, на печке. И даже не насквозь, ничего. Сел завтрак и думал мне, может быть, случайность на самом деле. Синий ветер. И лебенка выдержала, и не заболел. Ну, вот, ноги попали. И вот попил опять же с чаем. А потом, вот в чем самое основное у нас есть, в том, что вот у меня тут же всплыли слова Господней. Если не верите словам моим, то поверьте делам, которые я делаю. Вот так сказано в Евангелии. Я говорю, ой, Господь, так и есть. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Писает 53-я глава. Написано, что Он из ясна был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Аминь. И меня Бог исцелил от всех, кто ЦА. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На самом деле собирался лечить его. И уже там начал проходить всякие анализы. И... Что делать? В общем, я пришел к доктору, и... И она говорит, знаешь, странным образом у тебя ничего нет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ничего странного, я говорю, Бог благ и наш Бог обцелитель. Аминь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В принципе, свидетельство, оно тоже имеет отношение к нему, потому что мы познакомились, и когда мы вчера встретились, мы стали говорить о планах, проведем служение, мы провели служение в реабилитационном центре, сегодня здесь, и потом ему нужно было ехать в Тулу. И знаете, самое интересное, что до нашей встречи, когда я разговаривал со своей женой, с Анной, и мы решали, что после колонны, ну в принципе, у нас были планы поехать в Москву, и вот мы с ней так пообщались, и говорим, мы поехали, ну возьмем два дня отдохнем, поедем на дачу, а самое интересное, что дача находится в Тульской области, то есть ехать туда же, и когда Сергей говорит, что ему нужно в Тулу, и мы едем в Тулу, знаете, я в этом вижу руку Божию, я вижу то, что Господь, Он заботится о нас, и ты порой думаешь какие-то вещи, знаешь, просто, ну пойми одно, что те моменты, которые нужны в твоей жизни, за которые ты веришь, за которые ты размышляешь и думаешь, ну сделай так, чтобы, ну об этом услышали люди, потому что, если люди об этом слышать не будут, ну, сами мы с вами понимаем, да, что действительно мы должны делиться этим друг с другом, и тогда Господь через людей будет благословлять нас, Он все усмотрит, то Он направит, аминь, аминь, слава Иисусе. А, знаете, порой в текст выходят люди и свидетельствуют, говорят, да, чудеса, и знаешь, ну нам как-то кажется, ну, что, ну там батарея, да, против, ну там дерево упало, как бы, да, куда-куда я хотел, ну, как бы, знаешь, там, мы-то ждем такие, сейчас кто-то выйдет, скажет, как бы, вчера шел, там, человек умер уже, да, уже три дня лежал, уже от него пахло, я подошел, да, во имя Иисуса Христа, и человек ожил, как бы, да, и вот мы сидим и ждем таких, потому что, знаешь, если ты в малом не будешь верен, то, ну, поверь, а если ты в малом начнешь с этого, то потом ты пойдешь и увидишь, действительно, и помолишься за мертвого человека, он воскреснет, потому что все начинается с малого, если ты будешь верен в малом, в таком свидетельстве, которое вроде, а что такого, я не знаю, вот эти мелочи для меня действительно большое чудо, потому что наша жизнь, она состоит из мелочей, аминь, 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 слава Иисусу Христу. Можно свет включить, ее так подушим? Да. А, ну, слава, слава. Я хотел бы перейти в служение и собрать пожертвования. И знаете, я хотел бы чуть-чуть, чтобы мы с вами вспомним, у нас кто учится в библейской школе, кто знает, что у нас еще следующая неделя, у нас два занятия, все, и после этого здесь, когда у нас будет конференция, дни рождения, мы будем молиться, мы будем вручать дипломы, и людям, которые прошли эту школу. Но самое интересное, я хочу, чтобы мы с вами поразмышляли, что такое десятина, что такое добровольное пожертвование. Ведь сейчас действительно в церкви очень много, мало говорят о десятине. Почему? Ну, потому что, ну, десятина, как бы, это закон, это святыня Господня. И написано одно, она принадлежит Богу, она принадлежит не нам изначально, это написано в Левитах, в 27 главе, в 30 стихе. Там говорится, что всякая десятина на земле принадлежит Господу. Вот что такое десятина, и мы это знаем, что мы отдаем десятую часть от всего того, что Бог дает нам. Ведь мы верующие люди и верим в это. И тогда Бог обещает благословить. Это также тот стих, который очень часто читают из пророка Малайки. Да, мы знаем, что третья глава, десятый стих, что он говорит, что испытайте меня, не откроют ли отверстия небесные. То есть здесь говорит Бог о том, что верных в десятине людей Он благословит. И тогда ты задумываешься, хорошо, есть десятина. Десятина — это послушание, в принципе, десятина — это закон, это то, что Господь изначально сказал нам в делах. Тогда мы идем дальше и собираем добровольные пожертвования. Каждое воскресенье мы собираем, мы также первое служение месяца собираем на строительство здания. Мы также с этих финансов кормим голодных, занимаемся социальной работой. И вы знаете, тогда ты понимаешь, что есть послушание наше, есть десятина. А что же тогда добровольное пожертвование? Добровольное пожертвование — это любовь к Богу. Добровольным пожертвованием ты показываешь свою любовь к Богу. Я хочу, чтобы мы вместе с вами открыли 2 Коринфянам 9 главу. Из шестого текста прочитаю. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт. Каждый уделяет по расположению сердце и не с огорчением, и не с принуждением. Написано, ибо добровольно тающего любит Бог. Бог же силен обогадить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всём, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе тело». Пожертвование, оно является семенем, которое сеется в Божье Царство. И, знаете, мне нравится одна история, которую рассказал пастор Алексей Лунёк о том, как один миссионер попал и жил там, где живут племена. И однажды у него была хижина, у него была одна коза, которую он любил, которая давала ему молока, пропитание. И она была уже домашней, но она жила с ним дома. Эта коза, которую он очень сильно любил. И однажды к нему пришёл один человек, один человек из племени. И сказал, давай менять, мне нужна твоя коза. Этому миссионеру сложно было отказать, потому что ему было страшно, ведь человек без племени, ты не знаешь, что ожидать от него. И тогда он отдал ему эту домашнее животное, эту козу. И на что этот человек, он дал ему одну палку, этот коз, смокал ему, и был произведён такой обмен. На что этот миссионер подумал, ну как-то нечестно, я тебе козу, которая будет давать молока, да, пропитание, а ты мне какую-то деревяшку. И потом этот миссионер взял эту палку, и он ушёл, и там, где было одно из самых могущественных племён. И потом люди увидели его, они взяли его, подвели, завели туда, где жил самый главный человек этого племени. Люди увидели, у него это упало. И знаете, эти люди стали спрашивать, где ты взял этот посад, на что? Человек сказал, я поменялся, был такой обмен, я отдал. Самое ценное, что было у меня, козу мне дали вот эту палку. И знаете, тот человек, который приходил к этому миссионеру, он был вождём самого могущественного племени. И эти люди, это время, оно дало ему стадо, стадо коз, обеспечения, дом. Но из-за этого вроде как бы не совсем честного обмена. И вы знаете, порой так же в нашей жизни бывает, когда ты думаешь, что тебе надо отдать что-то ценное, да, взамен как бы непонятно какая-то палка, что с ней делать, а чего он. Вы знаете, когда ты живёшь с Богом, ты понимаешь, где-то спотни они непонятны нам, они неисповедимы и сложно нашим человеческим разумом. Сложно и невозможно понять. Давайте мы поднимемся с вами. Вы знаете, когда мы верны в десяти, когда мы верны в учри, к Богу, ведь Он возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного, Он возлюбил и отдал, Он отдал, Он отдал. Аминь, аминь, да. Отец Небесный. Да, с Родиной. Войне Иисуса Христа, Боже, мы сейчас показываем тебе свою любовь. Ты видишь сердца наши, ты видишь желания, ты видишь наши мысли. Я прошу, чтобы ты благословил каждого из нас, благословил финансовую сферу нашей жизни, чтобы в семье был мир, радость, чтобы была любовь с войной Иисусом Христа между друг другом, чтобы не было распри и разногласия войны Иисуса Христа, великий Бог. Поблагословляем каждое жертвенное сердце, благословляем эти финансы и просим, чтобы ты приумножил. Чтобы эти финансы, Господи, во имя Иисуса Христа, были использованы с мудростью, чтобы ты, Дух Святой, показывал те сферы, Господи, которые нужно развить. Чтобы ты показывал направление, тот путь, по которому нам идти. Во имя Иисуса Христа. Пусть благодать и милость Твоя, которые будут за каждым из нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, мы собираем добровольное пожертвование. Давайте мы пригласим сюда детей, помолимся. Мы позовем также учителей в воскресные школы. Да.